Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США не планируют увеличивать экспорт нефти в Европу. Американские нефтяные компании официально предупредили своих европейских потребителей, что не смогут увеличить объемы поставки нефти в страны Евросоюза после того, как в Европе вступит в силу запрет на импорт российской нефти. Указанная новость стала неприятной для европейских чиновников, которые надеялись на помощь со стороны США и на поставки американской нефти, которую предполагалось закупать взамен российской. Министр финансов США Джанет Йиллен на прошлой неделе предупредила своих коллег из стран Большой Семерки, что европейская эмбарго на поставки российской нефти приведет к росту цен на черное золото. Стоит отметить, что сразу после того, как Евросоюз в мае месяце принял решение о введении ограничений на покупку российской нефти, США сразу же увеличили поставки своей нефти в Европу до максимальных значений с 2016 года, когда президент Барак Обама разрешил нефтяным компаниям США экспортировать американскую нефть на внешний рынок. До этого момента в США в течение 25 лет действовал запрет на экспорт нефти. Сделано это было для того, чтобы предотвратить дефицит нефти на внутреннем рынке и сдерживать цены на топливо США на максимально низком уровне. Сланцевая революция привела к увеличению объемов добычи нефти, позволив США к 2018 году стать неттоэкспортером нефти. 14 сентября 2022 года Международное энергетическое агентство спрогнозировало падение экспорта российской нефти на 20% после введения потолка цен на нее странами Большой Семерки. Заместить поставки российской нефти американской призвал американские нефтяные компании министр энергетики США Дженнифер Гренхолл. Однако частные американские компании заявили, что не планируют увеличить объем поставки нефти на внешний рынок. Думается, что американских производителей не вполне устраивает текущая бежевая цена на нефть в районе 90 долларов за баррель. В мае-июне американские компании продавали свою нефть по 110-115 долларов. Однако затем президент США Джо Байден своим решением распечатать нефтяные резервы страны фактически опустил бежевые котировки на черное золото на 20%. Никто сейчас не может точно предсказать, какими будут нефтяные котировки после вступления в силу запрета на импорт российской нефти и введения потолка цен на нашу нефть. При этом большинство специалистов прогнозируют, что указанное решение стран Большой Семерки приведет к росту бежевых цен. Вполне вероятно, что на это рассчитывают и американские нефтяные компании. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова